Настоящий материал, информация, произведен и или распространен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем. Салют, друзья! Я Артемий Троицкий. У нас продолжается, правда, уже близится к завершению популярная советология. Сегодня у нас сессия вопросов и ответов, выпуск номер 34 на тему юмор в СССР. Ну, я думаю, что вы помните эту программу, если вообще смотрите поп-совет. Я говорил там о том, как много было юмора и прочего веселья в стране советов. Ну, пришло довольно много комментариев на эту тему, не столько вопросов. Ну, в общем, какие могут быть вопросы в юмористическом деле? В основном люди вспоминают, вспоминают советские времена, вспоминают анекдоты, вспоминают какие-то там телепрограммы и все такое прочее. Значит, давайте, значит, и мы все вспомним. Анекдоты про Чукчу я забыл. Да, каюсь, я действительно в своем этом хит-параде популярнейших тем советских анекдотов я забыл про анекдоты на тему Чукчи. Ну, Чукча, понятно, кто такой Чукча. Чукча не читатель, Чукча писатель, как известно. Но могу только сказать не в свое оправдание, тут я действительно ошибся забыл, просто заметить, что анекдоты аналогичные русским анекдотам о Чукче, они существуют, наверное, во всех странах. То есть, в Украине рассказывают анекдоты про Молдаван, во Франции рассказывают анекдоты про бельгийцев, в Англии рассказывают анекдоты про шотландцев, в Болгарии рассказывают анекдоты про жителей города Габрово, отличающихся там некоторыми особенностями, ну и так далее. Ну, вот у нас вот эта почетная роль выпала на Дулю Чукчей. Дальше анекдоты, тоже я об этом не говорил, но вот это я, правда, сознательно. Анекдоты типа «встречаются русский, американец и француз», ну и так далее. В общем, анекдоты о национальных характерах, которые обычно выводят все, значит, на русского человека, который из них, значит, или самый храбрый, или наоборот, самый глупый, или самый терпеливый, там и так далее. Да, таких анекдотов тоже было много и с представителями разных национальностей. Ну, естественно, там и евреи были, и англичане, и кого только не было. Следующий тип анекдотов, которые я не упомянул, это анекдоты про Вицына, Никулина и Маргунова. Вот если с первыми двумя пунктами я полностью согласен, то насчет Вицына, Никулина и Маргунова скажу честно, что-то я не припомню анекдотов про Вицына, Никулина и Маргунова. То есть, если бы это были какие-нибудь 50-е годы, тогда понятно, то есть, я был тогда совсем маленький. Если бы это было начало, ну, скажем так, до 68-го года, то, опять же, было бы понятно, потому что я жил тогда с родителями, будучи подростком в Праге. Вот, но вернулись мы все-таки в 68-м году, и никаких анекдотов, значит, про эту великолепную троицу. А я, кстати, очень люблю комедии Гайда, я просто обожаю эти комедии. Но вот анекдотов про этих героев я что-то не припомню. Извините, пожалуйста. Дальше напоминают всякие стихи-страшилки. Ну, типа, «Дедушка в поле нашел пулемет, больше в деревне никто не живет». Вот, был, на самом деле, этих стихов очень много, некоторые такие чуточку более сложные. Типа, «Я спросил электрика Петрова, почему у вас на шее провод?» А Петров молчит, не отвечает, он висит и ботами качает. В интеллигентской среде ходили даже лимерики, то есть, вот, известная такая ирландская фольклорная стихотворная форма, лимерик, тоже писались юмористические лимерики на русском языке. Ну, вот я один могу такой лимерик привести. «Общественность города Зуева клеймит Солженицына хуева. Даже невеста не дала в знак протеста, сказала, бедала в гробу его». Так что, да, этого тоже было довольно много. Чего было больше всего, ну, конечно, не больше, чем анекдотов, но огромное количество, так это всяких тоже очень веселых, как правило, похабных, очень часто матерных частушек. Многие из этих частушек просто стали таким общеизвестным народным фольклором, ну, типа, «Мимо тещиного дома я без суток не хожу». Вот, ну, продолжение вы наверняка знаете. Или «Не любите девки море, не любите моряков». Или «По деревне идут утки серенькие, крякают». Значит, не привожу, не привожу сугубо матерное окончание. Вот, но отличные были частушки. Я их, вообще говоря, собирал и считался таким в своей компании одним из знатоков по части частушек. Ну, то есть, одних частушек с началом, как на Киевском вокзале, я знал не меньше десятка. А вообще, иногда вот мы устраивали, значит, такие, значит, турниры, частушечные турниры, вот, где по очереди все пели частушки. Вот, я иногда выходил победителем даже в таких турнирах, поскольку знал этих частушек, ну, полторы сотни, как минимум. Как там тоже была даже на тему турниров частушка. «Мы устроили игру вроде состязания. На пизденках пересвист, на хуях вязание». Так что, да, про частушки я тоже не упомянул, хотя надо было. Дальше. Капустники. Капустники – это, как бы, ну, такой театрализованный формат, что ли. То есть, обычно серьезные люди, то есть, скажем, молодые архитекторы или молодые актеры каких-то театров там или студии и так далее, они время от времени, как правило, раз или два раза в год по праздникам устраивали такие юмористическо-сатирические посиделки. Вот, где, значит, достаточно остро высказывались о том, что происходит, скажем, в их творческом союзе или в их институте или где-нибудь еще. Это называлось «Капустник». Некоторые вот эти капустнические коллективы, они становились очень популярными, примерно, как команды КВН. Вот, в частности, тут мне напоминают, и я вспомнил, я даже был на их представлении, значит, была такая штука под названием «Кахинор» и «Рейшинка». Это были ребята, по-моему, из союза архитекторов. И вот они выступали уже почти как профессионалы, там, по всяким домам культуры и так далее. Да, ну и капустники происходили в самых разных местах. Что дальше? Да, еще напоминаю, что были, естественно, анекдоты про Ленина, анекдоты про Дзержинского. Вот, обычно он фигурировал, значит, в качестве любовника Крупской. Вот, про Сталина анекдотов почти не было. Я пытался вспомнить какой-нибудь такой действительно популярный анекдот про Сталина. Вспомнил один, довольно короткий, могу рассказать. Выступает Сталин перед советскими детьми, рассказывает о Ленине. И говорит, «Владимир Ильич Ленин, какой же был добрый человек!» Вот я помню, один случай был, когда мы были вместе в ссылке в Шушенском. Владимир Ильич стоял во дворе у рукомойника и брился. И к нему подошел какой-то маленький такой деревенский мальчик, а он никогда раньше не видел, там, как бреются. Стал Ильича теребить, как-то надоедать ему. И Владимир Ильич, он взял этого мальчика на руки, показал ему, там, как бреются, как намыливаются. А ведь мог бы и зарезать! Это анекдот про Сталина. Телевизионная передача. Да, была передача «Вокруг смеха». Мне лично не нравилась совершенно передача «Вокруг смеха». Очень была пошлая, юмор плоский и такая очень подцензурная передача. Это, собственно, то место, где впервые прославился Петросян, Геннадий Хазанов со своим кулинарным техникомом, Маврикевна и Никитишна и так далее. Ну, в общем, такой был юморок, прям, скажем, с официозным привкусом. Равно как и киножурнал «Фитиль». Тоже мог бы, по идее, стать чем-то интересным, но, к сожалению, не стал. Сатира там была, в общем-то, в высшей степени тупая. В этом смысле, конечно, более интересная программа была КВН, «Клуб веселых и находчивых». За свою некоторую остроту и ершистость ее сняли даже с эфира. То есть она просуществовала в Советском Союзе с 1961 по 1972 год. Вот еще меня тут, кстати, спрашивает о программе «Терем-Теремок». Говорят, что она была какая-то зубодробительно смелая. Я смутно помню эту программу, но я бы не сказал, что она была какая-то особенная. Программа эта выходила один год в течение 1971 года. И я думаю, что, скорее всего, там был, может быть, какой-то сюжет, который увидел какой-то большой начальник, там, скажем, член политбюро, и по каким-то причинам этот сюжет ему не понравился. А после этого член политбюро мог совершенно спокойно позвонить председателю госселерадио Лапину и сказать, что это у вас там пошлятельная какая-то, понимаешь? Вот и все. И все, и этого было вполне достаточно, чтобы снять с эфира передачу. Вот. Этот «Терем-Теремок», кстати говоря, вел эту программу Александр Ширвиндт, новоприставленный. Вот. Я думаю, что еще причиной того, что ее сняли с эфира, было то, что, может быть, там много евреев было. Вот тот же Ширвиндт, сценаристы там типа Хайт Корлянский, и так далее. Может быть. Не знаю. Но ничего там такого запредельно смелого, я боюсь, не было. Была еще передача «Кабачок. Тринадцать стульев» такая, с польским уклоном, где играли в основном актеры театра «Сатир». Очень полярная была и песенки они там всякие пели, братского социалистического лагеря и так далее. Пишут еще о том, что были в СССР всякие анекдоты с национальным колоритом. Ну, то есть, в Узбекистане свои, про Мусу, Ису, по-моему. В Литве свои, в Литве был такой Петрюкас, такой аналог как бы нашего Вовочки. Вот, да. Но я небольшой знаток, честно говоря, этого национального юмора. Вот. Но, конечно, это все тоже существовало. Так. Теперь вопрос как бы серьезный. Да, и это вопрос. Почему в СССР было смешно, а в путинской России стало страшно? Ну, смотрите, тут на самом деле все дело в той атмосфере, которая вообще царила в стране. Даже если взять СССР, то вот оттепельные годы, конец 50-х, почти все 60-е годы, в общем-то, жизнь реально становилась лучше. И жизнь становилась лучше, и свобод было больше, и так далее. Плюс там Гагарин, космос, коммунизм, вот все эти дела. Вот. Поэтому, в общем-то, людям реально было весело, и, в общем-то, как-то к жизни они относились легко и с юморком. Потом, соответственно, застойные годы, то есть 70-е, начало 80-х. Лучше жизнь отнюдь не становилась, ну, и намного хуже тоже не становилась. В общем-то, был такой, как бы, период такой тоскливой стабильности, но при этом страха не было. Не было боязни, было ощущение, ну, самое неприятное ощущение, которое тогда могло быть, это то, что вот этот вот совок, вот эта вот вся тухлятина, что она навсегда, но ничего, мы находим какие-то способы и во всей этой тоске смертной находить что-то интересное и вести тот образ жизни, который нам нравится. Так жили, скажем, вот все представители российских, там, субкультур молодежных, значительная часть интеллигенции и так далее. Вот. И в этом смысле, в этом смысле сейчас, конечно, сейчас, конечно, гораздо хуже. Вот. Плюс к этому, я об этом часто говорю, есть такая штука, которую я называю опыт поражения. То есть, уже было, уже было неплохо, 90-е годы, нулевые годы уже можно было жить. Вот. А потом, опаньки, и опять все ухнуло куда-то на дно. И вот с этим опытом поражения психологически чисто жить, конечно, жить, конечно, очень, очень тяжело. Пишут, что анекдоты заменяются мемами, там, видео, твиттер и так далее, постирония и все такое прочее. Ну, да, да, естественно, естественно, сейчас стало, сейчас юмор, скажем так, переселился в какие-то новые эти скворечники и голубятни. Вот. Но то, что не стало, точнее, стало на несколько порядков меньше анекдотов, вот, это, конечно, я боюсь, никакими мемами не исправить. Потому что анекдоты, помимо всего прочего, это все-таки человеческое общение тоже, а не нажатие на клавишу пальцем. Так, да, 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 Хазанов Петросян Маврикиевна. Вот, критикуют меня, что диссиденты в психушках и лагерях дохли, а мажоры шутили. Ну, имеется в виду, что я мажор, но на самом деле это разная история. Диссиденты тоже очень любили рассказывать анекдоты. Я, в общем-то, встречался с диссидентами и сиживал не так часто, правда, и не с большим энтузиазмом на диссидентских посиделках. Так что, нет, в общем-то, анекдоты, особенно политические анекдоты и диссидентское движение, это не что-то, значит, категорически противоречащее одно другому. Напоминаю, что переделывали всякие иностранные хиты. Ну, типа, по-моему, у Смоки был хит под названием «What can I do?» Вот, у нас это пели как «Вот кинайду». Да, это было очень популярно, особенно вот среди хипарей, меломанов и так далее. Скажем, у Битлз была песня «Can't buy me love», ее переворачивали как «King by Belome». Или, скажем, название ансамблей тоже переделывали, были, скажем, «Blood, Sweat and Tears», переделывались в «Блядь, сватый тесть». Или «Emerson, Lake and Palmer» переделывались в «Умер сын», лег и помер. Ну и так далее. В общем, это было не особо смешно, но довольно популярно. Телепередача «Веселые ребята». Да, отличная была телепередача, действительно, очень веселая, юмористическая. Вот, главным там был шутником-затейником Андрей Кнышев, режиссер передачи Витя Крюков. Оба, в общем-то, были моими близкими друзьями, я тоже много работал в начале 80-х годов, еще до всякой перестройки, много работал с этой передачей, вот, внештатно и абсолютно бесплатно. Я работал там, фактически, музыкальным редактором этой телепрограммы, и я туда впервые притащил как раз, и они сняли, причем в клиповой форме, они сняли, скажем, группу «Аквариум», Жанну Агузарову и группу «Браво», Васю Шумову и группу «Центр», ну, и, в общем-то, и некоторых других рокеров, которые до того вообще никогда даже близко к телевидению не подходили. Так что, вот, «Веселые ребята» это действительно была такая практически диверсионная телепрограмма. Тоже, в общем-то, наблюдение вполне верное, что анекдоты ходили в таких количествах, имели такой успех, это все было от безделья и обилия свободного времени. И вот так вот люди, значит, от нечего делать, они как раз сочиняли анекдоты, вот, и всячески, значит, распространяли юмор вокруг себя. Как тут написано, социализм и анекдоты это две стороны одной медали. Ну, в принципе, да, в общем-то, я с этим согласен, с этим такая же примерная история, как с сексом. Я уже говорил, что в СССР было такое суперобилие половодия секса, во многом из-за того, что людям просто было нечего делать. Ну, естественно, безработица была запрещена, так что какая-то гарантированная зарплата была у всех, вот, ну и при этой гарантированной зарплате и сугубо наплевательском отношении к работе, конечно, нужны были какие-то забавные альтернативы. Эти альтернативы находились. Ну, и последнее, наверное, анекдотов пишет наш комментатор сейчас стало мало не потому, что людям страшно, а потому, что нынешние там все эти наследники Брежнева, Хрущева, Горбачева и так далее, что это абсолютная серятина, вот, и они скучные и не смешные и даже на анекдоты не вдохновляют. Ну, с этим я согласен, то, что это посредственно серятина и так далее, и, в общем, даже смеяться над ними противно, согласен. Вот. Не согласен с тем, что не страшно. В общем-то, я думаю, что хоть я, хоть я в России и не проживаю, но, судя по тому, что рассказывают и пишут люди, в общем-то, страшно. И вот, в частности, в комментариях к юмору, вот, женщина одна, по-видимому, написала о том, как она, значит, шла в наушниках, и из них громко звучала песня в исполнении Аллы Пугачевой. И вот она пишет, как на это реагировали просто незнакомые ей прохожие, которые на нее оборачивались в ужасе, которые там от нее отходили куда подальше и так далее. Я не знаю, как вы понимаете, я не могу эту историю сертифицировать, не могу сказать, что вот да, вот оно, как ужасно сейчас, значит, в Путинской Российской Федерации. Но, по крайней мере, вот такую историю мне прислали, вот, и я ее вам пересказал. На этом все. На этом все. Значит, после вопросов и ответов на тему юмора у нас будут вопросы и ответы на тему алкоголь. Так что, готовьтесь, готовьтесь, друзья, запасайтесь. Всем пока, счастливо, меня зовут Артемий Троицкий, это популярная советология. Субтитры создавал DimaTorzok